Всего 20 километров от столицы Кыргызстана, и мы оказываемся в самом сладком городе страны – Канте. Название его с кыргызского переводится как «сахар». И по одной из версий, имя свое Кант получил благодаря как раз сахарному заводу, построенному здесь в 1934 году. Город очень компактный, но густонаселенный. По последним подсчетам, у нас около 25 тысяч населения проживает. Любимая зона отдыха горожан – Парк Победы. Правда, в будни людей здесь не так уж и много. На первый взгляд может показаться, что местными красотами любуются только туристы. Но это не так. Группки индусов и пакистанцев – это студенты медицинского института. Учатся в нем около 5,5 тысяч человек. Из них 5 тысяч – это граждане Индии и Пакистана. Студенты приезжают в Кант в начале осени, а уезжают лишь на летние каникулы. Их присутствие – хороший толчок для развития экономики города. Ведь спрос рождает предложения. За последние несколько лет открылось много новых кафе – точек по продаже фастфуда. Уличная еда здесь очень популярна. Резко возросли стоимость и аренда жилья. Институтских общежитий на всех не хватает. С 2004 года этот институт был открыт. Здесь имеется три программы. А также в институте имеется медицинский колледж. Мы готовим медицинских сестер, фейсер-лаборантов, фармацевтов и зубных техников. В институте совмещают международные стандарты обучения со стандартами Кыргызстана. После обучения здесь более 90% иностранцев успешно сдают экзамены у себя на родине и поступают в ординатуру и аспирантуру. Все дело в подходе к обучению. Оно проходит на двух языках – русском и английском. Ими владеют все преподаватели. Мы здесь, конечно, учитываем культуру, менталитет тех стран, откуда они прибывают. Мы в наших обучающих программах включаем именно те дисциплины, которые особо востребованы в этих странах. Например, мы включили в наши образовательные программы такие дисциплины, как тропическая медицина, тропические инфекции. Сами студенты считают Кыргызстан и город Кант своим вторым домом. Когда я впервые приехал в Кыргызстан, все было новым для меня. В первую очередь я, конечно, выучил язык и быстро обрел друзей. Они познакомили меня с прекрасной природой этой страны, с традициями, с культурой и кухней. Кыргызстан стал сейчас для меня вторым домом. Большое количество иностранных студентов для местных не проблема. Говорят, так наоборот, даже интересней. Мало кому выпадает шанс узнать о других странах, не выезжая из дома. Так что интернациональная дружба и обмен культурными ценностями процветают. Праздники проводят, именно индийские праздники, праздники пакистанские. То есть мы смотрим на это, они очень красиво танцуют, очень красиво поют. Вот эту культуру вы впитываете тоже и вас начинаете, как сказать, восхищаетесь этим. Это очень приятно, когда мы делимся культурами. То есть у нас на кыргызском разговор, на английском и на русском. И вы это с всех сторон развиваетесь. В свободное время любимое занятие студентов и школьников в Канте – игра в футбол. И для этого есть все условия. В городе несколько полей. А еще в Канте есть своя футбольная команда – Абдышата, которая в прошлом году стала победителем чемпионата Кыргызстана по футболу. Футбольный клуб Абдышата организовался в 2000 году. В 2003 году Абдышата начала выступать в высшей лиге Кыргызстана. У нас есть академия каждого возраста, начиная с 6 лет, по каждому возрасту есть свои команды до 16 лет. Сейчас команда готовится к сезону, поэтому тренировки интенсивные, проходят почти ежедневно. В этом году Абдышата будет представлять страну в Кубке АФК – Азиатской футбольной конфедерации. Последние успехи команды руководство связывает в том числе и с работой тренера, приглашенного из Голландии. Я уже был тренером этой команды, затем работал в Эмиратах, тренировал молодые составы. Но мои амбиции выше этого, и я снова приехал в Кыргызстан. Здесь очень хорошие, мотивированные спортсмены, им просто нужен тот, кто будет их направлять. И мы уже начали достигать поставленной цели. Доказательство – чемпионский кубок, но на нем мы не остановимся. Не так давно команда пополнилась новыми игроками. Это легионеры из России, Казахстана и других стран. Но звездами себя ни местные игроки, ни приглашенные не считают. Говорят, футбол – игра командная, и победы можно достичь только благодаря совместной и слаженной работе. Футбол – это как жизнь моя, часть, работа. И в команде, я сказал бы, у нас хорошая атмосфера. Сейчас новые игроки пришли, мы с ними общаемся и находим общий язык, чтобы в дальнейшем нам сыграться в команде. Впереди у команды несколько товарищеских матчей. А 8 марта будет первая игра в рамках Суперкубка Кыргызстана. Несмотря на небольшие размеры, Кант не живет за счет госдотаций. Ведь здесь находится несколько крупных предприятий и заводов. Они не только обеспечивают местных жителей работой, но и делают значительные налоговые отчисления в бюджет города и страны. Одной из них – компания по производству напитков. Здесь трудятся порядка 700 человек. Больше половины – жители Канта. Остальные приезжают из ближайших сел и столицы. Этот завод построен на территории того самого первого Кантовского сахарного завода. На сегодняшний день здесь производят около 30 наименований минеральной воды, квасов, лимонадов, пенных и энергетических напитков. У нас на предприятии примерно в год выпускается до 30 миллионов литров различных напитков в ассортименте. Завод образовался в 2000 году. Вот в этом цехе производили лимонад, еще в стеклянные бутылки раньше. На сладкие газировки спрос начинает подниматься в середине весны, когда теплеет на улице. За моей спиной сотни килограммов сахара. Именно с него все и начинается. Песок засыпается в эту емкость. Далее по трубе он попадает в варочный чан, где и производится сахарный сироп. Основной компонент всех напитков – вода. Несмотря на то, что ее берут из артезианского источника, она проходит через систему фильтрации. Первая стадия очистки – это кварцевый фильтр. Здесь происходит очистка от физических примесей. Второй фильтр – это угольный фильтр. Здесь происходит очистка от посторонних привкусов и запахов. Далее идет предфильтр – более тонкая очистка перед обратным осмосом. После обратного осмоса на выходе мы получаем очищенную воду. В нее добавляют сахарный сироп и различные вкусы, ароматические, витаминные добавки. ГМО на предприятии не используют. Контроль качества проходит каждая партия продукции. А рынок сбыта не ограничивается границами Кыргызстана. Среди покупателей – Казахстан и Россия. У нас на заводе есть своя лаборатория, которая проверяет все входящее сырье и продукт на всех этапах его производства. Поэтому мы уверены в безопасности нашего продукта. Кстати, пластиковые бутылки, в которые разливают напитки, тоже изготавливают на этом предприятии. Это позволяет снизить зависимость от поставщиков и создать дополнительные рабочие места для горожан. Еще один важный промышленный объект города – трубно-шиферный завод. Открылся он больше 55 лет назад. И вместе с цементным заводом был одним предприятием. Но в 2000-х производство разделили. Активное развитие началось в 2011 году с приходом новых инвесторов, которые модернизировали производство и вывели компанию на новый уровень. Является самым крупным производителем фиброцементной и хризателлоцементной продукции в Кыргызстане. Мы входим в топ-10 крупных налогоплательщиков страны в сфере промышленности. По словам руководства предприятия, успеха удалось добиться и благодаря коллективу. Симбиоз из опытных специалистов, работающих не один десяток лет, и молодых, хорошо разбирающихся в современных технологиях, позволяет постоянно идти вперед. 17 февраля 2004 года я первый раз пришел на это предприятие. Сначала было интересно посмотреть, что это такое, как делается шифер, как делаются трубы. Вот, понравилось, устроился, начал простым стропальщиком. Потом больше, 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 и вот уже дошел до начальника этого производства. Сейчас на предприятии производят шифер, трубы и фасадные листы. Значительная часть продукции идет на экспорт в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие страны. Она полностью соответствует техническим требованиям ЕАЭС. Производство автоматизировано на 80%. Эта линия по производству фиброцементных листов работает практически непрерывно. Ее останавливаешь лишь один раз в четыре дня, и то на три часа. Все оборудование промывают, а затем ее снова запускают в работу. Материалы, из которых изготавливают продукцию, привозят из разных стран. Только цемент местный. А вот различные минеральные добавки и красители закупают в России, Казахстане, странах Европы и даже в Японии. Технология, здесь половина советская, половина уже современная технология. Здесь присутствует 10 тысяч тонн пресс. То есть мы сначала формуем листы, потом прессом давим этот пресс. Потому что листы должны выдерживать качество, потому что они стоят на фасаде. Предприятие уже открыло второй завод в городе Казылкия. В планах дальнейшее расширение. Развиваться планирует и сам Кант. В планах на ближайшее будущее у властей города строительство за счет инвесторов масштабного спортивного комплекса. Хочет нам построить паралимпийский комитет. Мы здесь определяем земельный участок. Мирует 3,5 гектара земли. Это будет по Средней Азии такой единственным мощным спортивным комплексом. Именно для паралимпийцев. Там будет все и бассейн, и корп, и манеж. А еще Кант – это малая родина многих известных личностей. Здесь родился чемпион мира по боксу Урзубек Назаров и экс-министр культуры России Михаил Швудкой. И кто знает, сколько еще нынешних жителей прославят город и страну далеко за их пределами.